всем привет сегодня у нас восьмое занятие с ксении коренчук заключительное мы заканчиваем наш вторую вторую серию курса можно сказать здравствуйте ксения и сегодня у нас мы продолжаем разбирать тазобедренный сустав да мы разбираем тазобедренный сустав в прошлый раз мы говорили о наклоне о том что важно что важно делать чтобы лучше наклоняться вперед а теперь мы поговорим о противоположном движении это поднятие ноги назад или отклонит наклон назад но она на мой взгляд более сложное движение и для тела потому что она в принципе в обычной жизни не используется ну гостик в мостик мы в обычной жизни не встаем ногу назад мы в обычной жизни не поднимаем и поэтому вот эта вот зона у нас такая достаточно сильная например если много ходить то то нужно нужно чтобы здесь было очень все крепко а вот для таких специализированных движений нам наоборот нужно чтобы здесь было место чтобы я могла ногу поднять назад это кстати проблема многих вот не могут поднять назад и спрашивают как поднять не понимают как вот так что должно вставляться куда почему не получается какой-то бугор получается говорят но это все понятно почему потому что для нормальной жизни этого делать не нужно нас физиология обычная она делает ягодицы очень крепкими для того чтобы мы могли много ходить там ну то есть вот это место на город делается короче а чтобы но поднять назад или отогнуться назад это место оно должно стать как-то более подвижным так вот как-то кажется что до какой-то можно что-то можно вставить да вот прям не зовут у меня почему такой проблемы не было видимо слабым ну потому что выдав походу не ходили наверное в общем многих я вижу у них правда как они готовят как и такая гора и они не могут ее вот никак да это да обычно обычная тема и вот на занятиях последних были мужчины которые тоже хотели попробовать поднимать ногу назад или отгибаться и у них тоже всегда возникал не углу чем это можно сделать потому что у мужчин гораздо сильнее мышцы плотнее мышцы это еще сложнее сделать конечно если человек там с детства не занимался вот такими вещами вот мы сейчас попробуем ну хотя бы понять начать как-то с этим работать если у вас тоже есть такие же сложности для того чтобы это понять нужно сначала понять что вот здесь здесь можно сгибаться назад ну как то что происходит когда человек неподготовленный под не пробует поднять ногу назад он это делает в пояснице потому что понятие о том что здесь что-то может как-то подниматься у человека нет в общем понятно и нормально это все то есть здесь да вот здесь не очень видно есть как раз у тани потому что скорее всего у нее не было мышц никогда я хочу обратить ваше внимание что вот я тут спрашивал у людей а где-то забедренный сустав некоторые думали что это здесь а это видите это в середине ягодицы получается что вот среди толщины ягодичных мышц надо сделать яму у меня есть тема вот она вот у меня есть я не повезло больше а сейчас очень больно вот тогда легче вообще вам будет очень легко ногу поднимать но это вообще не нормальная физиология если честно что это для жизни но не требует значит либо такое строение либо плохие были мышцы нет ну просто у вас там не особенно много мышечной массы вы там тяжести не поднимали в поход них а так нет я знаю много людей кто занимается балетом и они тоже ну нет никак не альтруисты но у них тут не получается вот нет такого то есть вот они не могут так и и делить ну значит этот вопрос я еще раз хочу сказать строение ягодиц еще может быть да ну скорее плотность мышц и еще вот подвижность тазобедренного сустава какая-то базовая если она базовая небольшая то будет очень сложно вот смотрите для начала мы попробуем вообще в принципе понять где это находится попробуйте сейчас делать конечно пойму что вам будет сложно вот здесь вот где у то где у то не было яма в таком положении чуть приподнять попробовать там помять и почувствовать есть там вообще какое-то пространство вот они есть что нужно сделать расслабить ягодичную мышцу вот то есть чтобы сначала найти это место нужно не напрягать ее а расслаблять ее ну там у меня складка складка вот это да и ягодичные мышцы да и вот смотрите мы попробуем ногой вращать таз и вот в положении когда я вращаю таз вперед найти руку эту складку смотрите когда образуется эта складка она вот эту вот связку начинает ее растягивать вот тут-то тут складывается тут раз да да то есть получается что тем глуп чем глубже эта складка тем больше растянута вот это вот связка это как раз наш пока так же тоже протягивает шпагат классический шпагат это вот ну когда вы да вы тогда у вас сгибается здесь видите когда на нас ровный вот здесь согнута вот как мы в прошлый раз занимались а здесь согнута как мы в этот раз занимаетесь это не балетная такой нормальный физиологичный шпагат ну он шпагат вообще не физиология просто балетный он живут вот тут я не знаю нормальный шпагат раз нормальной растяжкой я бы так сказал да да и на южных балетный шпагат это когда-то схватить вот у вас 2 седалищные лежат у вас максимальный сгиб сзади вас максимально а балет нам надо еще потом выворотно то есть еще одну еще сильнее там уже дополнительно но я имею ввиду сейчас не по форме но как сказать дальше да там какие-то вещи добавляются а что у вас вот здесь и здесь хорошо работает дальше там что-то вас просят вы делаете дополнительно но базово нужно чтобы вы понимали как здесь разгибается здесь сгибами на здесь разгиб тазобедренным если мы относительно перед не принимаем а здесь сгиб то есть тут хотелось бы например еще большего сгиба а дальше уже чего вас просят как вас просят вы делаете это уже ну вот и вот здесь такой момент и наверное здесь конечно нужна какая-то помощь помощь зала сказала по крайней мере когда вот людям которым сложно это понять объясняешь им очень сложно самостоятельно это сделать им очень сложно понять это место поэтому если вы максимально развернетесь если у вас есть возможность вы можете сами надавить сюда а если есть кто-то то вы можете попросить его этого кого-то надавить вам вот сюда но главный принцип вот чем заключается что вы пробуете надавить вот этим местом в пол и поднять тело поднять тело хотя бы чуть-чуть потом уже там усложнение то есть такой вот качалку вот этим я давлю а вот тут я поднимаю с тема группой сюда надавить достаточно непростая вещь сейчас я попробую натане и вот получается да если я может там рукой или ногой надавлю смотрите вот я нахожу это место и начинают таню все больше поднимать оградите коленку какую которую атаку просто на пол и и положили смотрите здесь очень важно чтобы вы сгибали вы давили фол больше тут чем коленку нормально коленки но сейчас заложили назад что-то будем делать может быть вам надо подложить что вот смотрите какое движение вот здесь вот это место я давлю вперед а подвздошные кости или ребра как получится ребра будут проще подвздошные сложнее я давлю назад понимаете движение это жестко это я просто но это нужно чтобы вот это вот это место стало более глубоко сгибаться за что меня не можно еще я уже дальше за счет спины а здесь надо не за счет спины надо таз разворачивать да я чувствую на кого-то ломает ну это это вот прямо я вам говорю это не физиологично сразу честно предупреждаю коленка стики надо подкладывать что-то происходит с коленкой смотрите почему она напрягает потому что вот сюда сложно давить и начинаете давить коленкой вот я щас не давлю коленкой вообще я даже приподнимаем душ я вот сюда давлю я должна или я подложу под нее что-то но в любом случае важно перенести внимание с коленки на таз ну вот я чувствую кстати так приятно даже растягивается туда нужно вот если у вас есть кто-то вот он может самому тяжело или ногой начать туда давить но как бы практика показывает что здесь вот без посторонней помощи сложно обойтись тоже очень уж непривычное движение часто не попробуй ногой подавить ляжет сейчас я попробую поднять еще поглубже ложитесь поглубже вот как-то она сейчас еще больше вот согнулась больше чувствуете да потому что если у вас там вот так разработана вы легко ногу сзади поднимаете но это требует прям работы я легко поднимала почти с самого начала когда начал только ну еще раз говорю несмотря на то что то они в этом плане легко но там есть чем работать ее можно еще легче поднимать и больше вот здесь и выше да еще легче даже дальше все равно идет бедро на найдет но очень важно начало движения делать здесь иначе вы будете постоянно травмировать поясничные позвонки а помимо вот этого прогибания кем-то или самостоятельно еще какой то есть момент у нас возможно да да мы сейчас дальше попробуем сделать это к бед я просто сказала бы это понять вы вообще почувствовали что здесь есть сгиб это да понятно то есть вот когда вы делаете это движение еще раз разных ног вы вращаете ногой таз и вот тут пытаетесь не напрячь а сложить образовать ямочку да понимаете это я поняла там есть другие движения теперь вам нужно попробовать сделать обратно и обратное движение а подъем уже то есть вот здесь мы больше думали о том как образовать ямочку и меньше думали о том как растянуть противоположную эту связочку а теперь нам нужно образовываю в одновременно с образовыванием ямочки растягивать вот эту часть ноги а чем сейчас работать ногой до бедрами тут надо сделать движение такое как будто кто-то давит опять к вам в ягодицу все спиной делать я поэтому говорю сразу вот перед тем как что-то делать вы расслабляете ягодицу вот она то есть вот место где мы делаем это вот здесь напрягли да напрягающим хочется напрягать ягодицы а ее нужно проваливать но вот самостоятельно возможно это да вот скорпиончики называют то есть вырасти вы представляете что это вот как бы например крышка шкатулочки вот здесь вы растягиваете а здесь у вас петли сжимаются вот вот она правда представляет складочку да конечно они стараться поднять ногу нет нет вообще вопрос в том чтобы вот сделать здесь ямку да здесь растянуть здесь чуть жестче нога да то есть здесь как раз ягодицы не должна быть очень сильной то есть если вы напряжем мышцу напрягите мышцу напрягайте она высоко видите не поднимется все это другое а если вы здесь провалите вы ее поднимите еще проваливать вот это ягодицы к этому не очень понимает а то ягодицы вот-вот и это совершенно другое ощущение правда когда ямочка вот такая право работа но работа но это это вообще почему я сказала это не физиологично это вам надо взять и свою физиологию как бы меня менять чтобы что-то такое делать необычное потому что вообще зачем ногу поднимать назад в обычной жизни в общем-то тебя выворотно это никогда ну выворотно это уже как бы следующего или просто ведь только выворотно можно поднять выше чем 90 вот в таком положении можно поднять до 90 здесь но чтобы поднимать высоко нужно ее все-таки выворачивать можете и не выворачивать просто вообще когда вы что-то делаете с ногой там все равно присутствует ротация вот такую большую оборот сильная выворотность вас ограничит если сильно вы будете выворачивать но слабая когда вы чуть-чуть она вам поможет то есть не на пределе ну а соответственно а если сильного я поняла будьте ягодицей упираться в ягодицу тогда если вы сильно разворачивая напряжение создаете на это слегка то тогда будет больше возможностей и конечно если мы какое еще движение это мостик понимаете вот что полумостик до целый мостик но я сейчас покажу пол мостика вообще это мостик но мы и будем сейчас я например в этом дело сейчас вопрос на и росте потому что не целый мостик а один из элементов мостикой как бы то что позволяет его сделать максимально максимально кругу что ли как это максимально объемным смотрите то же самое только с двух ног видите что я делаю вот этими движениями я уже в мостике все вот туда в двигаю дальше мне остается только там поставить руки может кстати говоря здесь ты легче это иметь ввиду чтобы опуститься в мостик сверху до но если вы встали в него из положения лёжа то же самое вам надо здесь вот максимально согнуться там же звук вот здесь вот движение где вы можете еще усилить его здесь если сделаете будет легче быть пояснице вот так вот здесь из положения стоя вы больше будете чувствовать из положения лёжа меньше будете чувствовать дорожно а дальше вы там включается другие части это спина но мы сейчас говорим только про эту часть а если человек не может вообще в гости кстати тот как вы показывали вот я сейчас как еще раз говорю это надо выдавали можно чуть-чуть мостик вот так это еще дополнительно вопрос подвижности позвоночника движение наклон вперед-назад да а этот вопрос когда я первую половину мостика делаю да то есть я пытаюсь продавить бедра как продавить в середине ягодицы яма чтобы растянуть пах вот не делайте только вот сейчас мы почти это сделали делайте только сначала много потому что дальше включается другие отделы позвоночника надо с ними отдельно работать но вот эта первая часть вот вот и и про сильно сильно на рот и это на третий она работает принципе так потом когда же кстати хорошо и даже чуть даже лучше почувствовать вот эти места мне кажется чем сидя ну это все все в разных вода можно сделать сидя я имею ввиду что вам вообще на что надо обращать внимание на то что вам нужно в толщих ягодицах найти дырки и потому что в принципе это вообще непонятно как у меня что мышцы а удача это мышцы 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 на там как смысле две мышцы да это с верхней вот и нижняя получается нас почему там дырка это между тазом и бедром дозобедренный сустав ага тазом и бедром этот поток осмотреть строение сустав сустав она мышца цельная ягодичная она цельная сверху ну и как дарит малая большая тут вопрос не в мышце тут вопрос что вы сгибаете в обратную сторону с мышц говорим не про мышцы а про суставы как же также как сделала зеркнуть видите здесь значит и там там такая же история там мешает мышцам ягодичная ну здесь связка там эту на эту роль берется мышцы и сейчас к меньше здесь но связка жестче а мышцы мягче связки но это тут вот просто по составу то жестче она меньше по объему а здесь всего больше ну там еще бывает жирок в общем много чего там бывает но в общем вам это нужно вот мне кажется такое понимание представление на уже мне кажется дает уже какой-то карты в руках дает когда хотя бы понимание и когда вы садитесь на шпагат например что вам нужно это опять же я вам показываю элементы не говорю сейчас прям садитесь и все но вам нужно смотрите о чем думать ни о чем кроме как сгиба нет вместо не смотрите видите я это место сгибаю и думаю только о том а дальше и даже ногу эту могу не выпрямляли просто обычно очень людям больно и тянет перенем они могут равновать согните вы ногу и и сгибайте здесь вот а потом уже дотянутся под коленой другой вопрос это другая работа но они быстрее все равно растягивая это не так важно как если вы чтобы вы тут могли сгибать ну здорово мне нравится ну мне кажется что достаточно им да мне кажется еще о чем подумать поделать написано найти это место ваще вместо у себя друзей и окрас это очень популярный вопрос как поднимать ногу назад вы за счет чего эти красиво тетюда рабески вот она ключик так не сначала мы доработаем с этим ну как мы показали вперед тут еще дополнительно это силовое движение значит опять чем мы держим чем выпрямляем ногу это четыреуглавая мышца ну то есть это уже очень много других включается моментов но главное даже если вы поднимаете ногу назад вам надо согнуть здесь и когда вы выпрямляете ногу не распрямлять здесь держать как вот мы про переднюю связку говорили и только передние мышцы выпрямлять ну то есть это такое достаточно сложное движение если вы отдельно не разберете все эти движения не освоите их то вам соединять будет сложно то есть соединять это последний так надо пытаться сразу вас будет всегда такой вот тягостное чувство что вам никогда этого не достичь потому что вы берете слишком сложные как бы такие да на любую большую цель на маленькие шажки раз это давно уже друзья и хотели бы вам сказать что это занятие было крайне последнее в нашей платной подписки с ксении потому что это было уже такой второй курс у нас было 10 шагов к станку и сейчас вот восемь уроков дополнительно еще но это не все мы поняли что тема очень интересная актуальная и хотели бы сделать еще полноценный курс который раскрывал бы как бы все нюансы строения тела мы так его решили назвать инструкция к телу так синяя то есть и этот курс не только для тех кто занимается балетом или танцами в принципе вообще для всех людей у кого есть проблемы в движении какие-то зажимы и не знаю трудно поворачивать голову трудно шевелить ногами когда я начала заниматься ксении сначала мне было трудно воспринять вообще всю эту информацию потому что это другое либо я никогда некоторые люди вообще никогда ничего не занимались и не могут это понять я занималась балетом где-то у тебя учатся зажимать дышать ли мы зажимаемся и вот такие подходы к телу когда ты учишься понимать его изнутри там прочувствовать я сначала не понимал зачем это но со временем даже вот выполняю не так много упражнений пока мы снимаем я на занятиях стало намного больше чувствовать того как все вставляется как все правильно разворачиваться синяя под чем этот курс будет отличаться от этих вот занятий которые мы сами уже сделали чтобы понимать что это не то же самое ну то что мы делали мы брали какую-то определенную тему ну там и какие-то аспекты этой темы ну например там даже с тазобедренными мы говорили о каких-то ограниченных движений да там чтобы сделать какое-то движение или ряд движений но если рассматривать глобально наше тело и какие-то глобально глобальный вещь например подвижность позвоночника до подвижность суставов в целом для того чтобы достичь каких-то конкретных целей а вообще чтобы сделать наше движение более удобными и более здоровыми и чтобы они с возрастом у нас не начинали там нам как-то сигналить о том что они уже не хотят работать не могут уже перегружены а чтобы мы продолжали функционировать нормальный может даже лучше чем раньше если мы начинаем по-другому более экологично пользоваться телом до распределять нагрузку между там всеми мышцами включать все суставы для тех кому интересно все подробности курсе регистрируйтесь ссылка в описании под видео и там дальше вы можете зарегистрироваться на семинар и узнать подробности про курсов вся информация будет там обязательно вот оставайтесь с нами занимайтесь и будьте здоровы живите дольше для вас будет дальше молодыми да спасибо до свидания